Доброго времени суток, с вами Аракис и это продолжение Войны Гильдии. Итак, приступим. И кому мы сегодня надерём зад? Алькатра ЗБР. Ужас. Типа Алькатра З. Ладно, не будем париться. Итак, Рагнарог. Идём дальше. Драктинг Найтс. Тоже интересный деф. Лима БР. О, 2 Эфрито плюс Часунка. Ну, посмотрим. Кто ещё у нас тут есть? Кнурий. Тоже интересный второй, особенно состав пати, так как может быть очень быстрая пати. Так, далее плюс 2 и ниже. Так, с кого же мы начнём? Думаю, с Лима БР. Вот, второе пати мы будем бить. Будем бить. Через кого же? Думаю, через танк апати. И надеюсь, мы вытянем этот бой. Так, первое пати мы будем бить. Через кого же мы будем бить? Если оставить Вальку на второй ход, это может быть чревато, так как всё-таки есть два снятия бафа плюс Хлоя. А до того, как даже если моя Хлоя окажется быстрее, а чужая Хлоя чуть-чуть медленнее, всё равно я не буду кидать чит. Так как если кинет чит его, Хлоя, ну нет смысла от того, что Валька ударит. Просто урон уйдёт в ноль. Так, кого же мы возьмём? Ну да, в первой пати тогда мы возьмём Вальку. А во второй пати мы соберём. Через часунка точно будет. Ифрит, наверное, будет танковать. Хотя не особо с него хороший танк. И думаю, Белка снимает щит плюс Раскол. Да, почему бы и нет. Хотя, с другой стороны, нет. Я думаю, всё-таки тёмный Ифрит будет лучше за счёт стана. Ага, ну, два подхила. Да, поехали. Так. У всех более-менее средняя скорость. Часунка оказалась самой медленной. Я так понимаю, у неё даже скорости нет. Во втором слоте это нам на руку. Надеюсь. Так, три атаки. На что делаем ставку. Идеальный вариант убить, конечно же, часунку и дать одну тычку Вермоса. Посмотрим, что на практике. Ну же. И второй удар. Тварь. А, ну, хотя бы убили. Уже неплохо. Часунка сейчас отхилится, точнее, сделает баланс. Не понял, что за чат. Нас он не устраивает. Нас устраивает срач на 444-м. Куда же без него. Так, я думаю, мы будем убивать нашего Вермоса. Да. У него около 22 тысяч хп. Так же, как и у моего. Ведь, я думаю, он не составит труда. Разве что он вот этой тёточке, шапочке с бантиком, не напрокает Виол. Да нет, она и в принципе не успеет. Почти. Так, можно и накаркать. Ай-яй-яй. Не умирай, Мэгган. Не умирай, тварь. Так. Тут, думаю, можно дать полный прокаст. Но уже. Самое обидное, если 3 атаки сейчас придут Вермоса. Хватит. Да, отлично. И. Толстая часунка оказалась около 37. Так, на взгляд, 1000 хп. Достаточно жирная. Но, вы видите, он пожертвовал скоростью. А я считаю, что если у тебя в допах хотя бы нет там 30-40 скорости, чтобы донать там до 150 где-то около того, то это печальная часунка. Медленный кусок мяса, который рано или поздно все равно убьет. От того, что у нее там больше хп. Лучше бы у него на 10 тысяч меньше было бы хп, но зато скорости там чуть бы не по 200. На практике это лучше. Так. Второй раскол дадим белки. Здесь просто не угадаешь, кого лучше первого будет и убивать. Так, кого же мы будем убивать? Ну, сейчас будем бить белку, так как тут. Средний по урону. Так, что же мы будем делать щит. Хил. Щит либо хил. Дадим хил. Точнее, щит либо хил. Прошу прощения. Ты нехороший. Вот это плохо. Так что через раскол. И раскол все висит. Будем давать хил или нет? Нет, хил я думаю не будем давать. Хотя можно вот от белки дать. В принципе, да. Ну же. Можно добивать белку. Пока он в позе попрошайка. Такая цеплянная дуражка. Так. Ну же. Даем баф. И наша белка, я надеюсь, добьет. Вот, да. Три дота весь. Тварь. Да, такие бои затягиваются, конечно. Но вот, в принципе, тут осталось убить. Нашу волчару и все. Нокс, в принципе, сегодня почти не подводит. Почти не лагает. Так скажем. Нет каких-то фризов на несколько секунд. И это уже радует. Так. Будем добивать Хлою. Сегодня опять встретил на арене Хлою. В Деспайре. Хлоя, мало того, что со скоростью около, там, наверное, 150. Так как моя валька даже обогнала Хлою. Очень печальный вариант. Я не знаю, как с такой Хлоей. Но, возможно, человек с помощью других монстров вырулил на 2 голды. 2 голды. То есть, у человека рейд на данный момент около 1600 был. То есть, я нападал. Я и не рассчитывал, что я обогоню Хлою. Но, когда походила вся моя пати. А Хлоя аж под конец дала мало того, что не щит, а просто подхилила. Но, в принципе, чаще всего так она и действует. Если ХП меньше, то она даст не щит, а подхилит. То есть, за счет этого вы иногда можете строить свою стратегию. Итак. Кого мы будем бить дальше? К Ноки, либо Рагнарока? К Ноки. Вот, второе пати меня немного пугает. Это, в принципе, и первое. Но второе больше за счет своей скорости. И я не знаю, через кого ее бить. Через вальку? Либо через нашего в мишке Гами? Так, кого же мы будем бить? Так. Спонсор нашего показа, Сачок. Всегда с нами. Стой, сука. Так. Рагнарока. Да, думаю, будем бить Рагнарока. И здесь, надеюсь, меньше потерять чего-то. Первое пати, думаю, по стандарту. Хотя здесь нет иммунитета. Можно использовать Боретту. Боретта, ведро. Где наш Михаил? Так. А во второе пати, раз мы не берем часом, с другой стороны Меган быстрее. И, как вы понимаете, против вот этого чудища никогда не угадаешь. То ли оно быстрое, то ли очень медленное. И так, и так. Ну, в принципе, возьмем все-таки более сейвовый вариант. И сыграем через часун. Да, и в принципе, часун будет отчастик танковать параллельно. Хотя, непонятно, кого выберет целью это ведро. Но, да, думаю, так будет лучше. Поехали. Оп. В принципе, на первой атаке можно нападать. Так как домик зеленый. Честно говоря, надеюсь, если кто меня смотрит из гильдии, и те, кто особенно играет очень долго. У нас наладилась война последний где-то месяц. Потому что было очень много проблем. Зачастую многие не ходили. Еще что-то забивали. И добивали человеку, у которого там 3-4%. То есть, 4%. То есть, домик уже фактически взрывающийся. Не то, что горящий. Вот. А его все равно там бьют, сливают, убивают. Вот. И из-за этого мы часто проигрывали. Так как просто не хватало ходов. Ну, сейчас, в принципе, наладилось. И последний, наверное, месяц. Ну, тьфу-тьфу. Мне очень нравится действие нашей гильдии. Все слажено. Все довольно четко. Классно. То есть, всем спасибо. Особое от меня. Так. Кого мы будем бить? Будем часунки сливать. Ага. Гланс висит. Не будем мы часунку сливать. Опять. Вот только заговорил о том, что Нокс у меня перестал лагать. Но Нокс говорит. Нет, дружище. Так. Желательно, конечно, убить Бриана. Сейчас, надеюсь, Мишка наш походит. Хватит ли ему, конечно. О, да. Доты слили. Хватит, не хватит. Это около... Хотя, я не знаю, сколько у Бриана хп. В среднем у Брианов около 40 тысяч хп. Смотря через что. У них второй слот хп. Либо скорость. Кстати, по поводу сета на Бриана. Достаточно хорошим оказался. Знаете, какой сет? Это, ну, естественно, Деспайр. Честно, не приемлемый я на Бриане Виол. Хотя, некоторые одевают его за счет того, чтобы, якобы, чаще воскрешать и тому подобное. На практике лучше, чтобы Бриан дольше жил. Что значит дольше жил? Это одеть два прекраснейших сета на него. То есть, это Деспайр и ответ. В чем прикол этих двух сетов? Мало того, что он с массового своего скилла имеет шанс застанет с первого скилла, так еще и когда его бьют, есть шанс того, что он в ответ ударит. Мало того, что закинет, к примеру, дебаф на крест, то есть на отхил, так еще и застанет. Это очень раздражающе. Сейчас пошла тенденция, так скажем, на эти два сета на Брианах. И серьезно, особенно, когда прет такого Бриана, вымораживает, задолбывает на арене ужасно. На ГВ еще не встречал такого, хотя, может, просто не брокало. Итак, кого мы ударим? Добить часу. Кажется, более сайвово. Либо ударить Боретту, но мы его, скорее всего, не добьем. Добиваем часу. Сыграем более, так скажем, правильно. Вот, поэтому эти два сета, если у вас есть они и достаточно хорошо расточены, рекомендую вам. Не прогадайте, уверяю вас. Так, добиваем Боретту. Кстати, по поводу Башни и всего остального, буду я нормал-версию проходить на скоростном режиме. Не знаю, буду ли ее стримить и так далее, но в любом случае, выйдет дубляж на Ютубе. Там будет ускоренная версия и постараюсь, так скажем, в замедленные моменты, это же и с боссами, то есть пояснять, где-то рассказывать варианты, какие лучше, хуже, так как в прошлой башне я меньше этому внимания уделил. Здесь постараюсь побольше рассказать альтернативы, варианты, кто лучше, кто хуже и так далее. Чтобы просто люди, которые сидят там на 20-30 этаже, не качали хлам чисто для башни, потому что многие упираются в эту башню, хотят ай-яй-яй, то-то, то-то, кучу свитков. У них не получается, они тратят кучу времени, в общем, чтобы просто не качали шлак для башни. Потому что многие почему-то выбирают приоритет в приоритет башню, хотя, не знаю, для меня приоритет, наверное, больше арена. Ну, я так считаю. Вот, так, будем добивать нашего Верамуса. Тоже вы видели, три атаки разошлись, в никуда не повезло нам. Ай-яй-яй. Ох, сейчас могут добить мою часу, так и будет. Отлично просто. Надеюсь, я ее хоть не зря потерял. Сейчас мы добьем Белку. Не добьем, я чувствую, Белку. И Белка сейчас сможет снять. Второй скилл у него точно не в откате. Он сейчас нам сможет снять щит, который я кинул от Хлои. Если я успею это сделать. Разошелся. В ведро. Вот вы видите. Сейчас вот. Ну, вот и все. Вот и конец игры. Назовем так. Единственный шанс у меня сейчас, это добить Белку через третий скилл. Так как первым я ее просто поглажу по голове. И они вдвоем, естественно, добьют мою Хлою. Так, что же мы будем делать? Ну, надеяться, что хотя бы две атаки. И то я считаю, что и двух атак не хватит. Так как нет бафа на атаку. Но сейчас проверим. Вы видите. Шанс пролетел просто. Сейчас просто ведро добьет. Сейчас, как обычно, и Виол срабьет. А, ну, и Виола не нужно. Ну, все, это не вечное, конечно, будет. Потому что в любом случае Хлою добьет. Обидно. Ничего. Знал бы, конечно же, оставил бы эту пати на остаток. То есть на последний бой. Оказался ведро достаточно шустрым. Плюс очень и очень повезло на пороге. Так, а вот эту пати теперь я даже не знаю, кем бить. Разве что... Кем бы действует. Сейчас я посмотрю, кого я еще не бил. Браганг Найт. Хотелось бы, естественно, выиграть, не просто слить. Хотя бы в ничью выйти с кем-то. Так, к Нори, к Нори. Я думаю, к Нори все-таки будет легче для меня вариантов. И здесь мы можем взять... И здесь мы можем взять... Кого же мы возьмем? Ведро у нас остался. Вот. Во второй пати по-любому нужно будет Хлоя защитить от третьего скилла дракона. А вот кого взять в ДД? Вот это я не знаю. Хотя нет иммунитета и можно взять Вигори. О, да. Кстати, почему бы и нет? И взять, к примеру, Белку. Но это пока что. Сейчас будем играться и думать, что с первым пати делать. Можно опять же взять Медведя. По-любому нужно брать Медведя, так как третий бой. Либо... Либо что мы сделаем? Опять же, Белка тоже неплохо бы заехала снимать щит Хлои. Так, что же мы будем делать? Что если взять, к примеру, Ахмана? Ахмана. Взять Верада и Белку. Так себе пати, если честно. Ну, лучше, конечно, я думаю, взять Тессариона. Так как будет шанс убить. А вот, тогда бить неким будет, скорее всего. Будет иммунитет. И за счет этого иммунитета, скорее всего. Да, Марсы почему-то нацелены на моего Тессариона. И чаще всего он не выживает. Но Медведя, я думаю, по-любому мы будем брать. А вот кого же взять еще? Часунку мы потеряли. Так, 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 так. Так, кого же мы возьмем? Для подхилов, в принципе, можно взять. Подстраховать. Ахр кинуть. Да, вариантов у меня немного. Поехали. Не будем тратить время. У нас новенький. Ну вот, вы видите. И, кстати, дам совет по поводу того, когда вот у вас подобная ситуация. Не бейте Тессариона, то есть Теомарса. Не бейте белку, так как зачастую в них одеты сеты ответ. Следовательно, вот сейчас я ударю. Я получу в ответ либо раскол, либо просто удар. Это будет достаточно больно. Лучше уже, так скажем, побить Хлою. Если это можно так назвать. О, класс. Вилы прокнули. Когда не нужно. О, в принципе, неплохо, что уже ударил. Так, это около 9 тысяч. Но все равно бить пока, по сути дела, некого, так как висит иммунитет. Так, 11 тысяч. На трешку я сейчас отхилю. Фактически фуловый сейчас будет у нас в рамах. Нужен ответ. Ай-яй-яй, вот и мы теряем нашего друга. Итак, ну, думаю, закинем раскол. И, возможно, нам сейчас повезет Ахманом больно ударить и добить. Опа, опа. И сейчас вариантов у меня, в принципе, два. Ахманом... Да, в принципе, по-любому, я думаю, мы убьем. Так как Ахман сейчас походит и следом должен, надеюсь, ну, так как вы видите, куска реального не хватает. И должен походить мой мишка. И, следовательно, добить. Да. Отлично. Ну и сейчас уже, в принципе, шанс фактически стопроцентный выиграть. Желательно, конечно, чтобы били моего мишку, но вы видите, так как бисит раскол, будут бить Ахмана. Че Ахмана часто мешает своим подхилам. Если честно, он уже умер. Либо просто били бы моего мишку. Так, Ахар, как я вижу, только минус мне. Как же мы тогда будем бить? Будем бить Хлою. Да. Блин, это же может превратиться в вечный бой. Так как следить моего не могут, араму, будем бить белку, а она более тонкая. Ведь реально может превратиться в вечный бой. Ахман не в тему подхиливает. Я его взял для подстраховки, но вы видите, как бой закрутился. Ну же. Добивайте, добивайте моего Ахмана. Буду тоже очень рад. Ну же. Вот сейчас я не рад, что у него Ахио прокает. Ну же, ну же, ну же. У белки около 20 тысяч Аб. То есть не самая толстая белка, но вы видите, постоянные архивы. Плюс не молотит моего раму. Ой-ой-ой, это может затянуться очень надолго. Вы видите, что происходит. Жесть. Ну же. Подхил. Сейчас будет щит. Хиллой очень мешает, так как она быстрая. Ходит практически два раза, арам один. Ну же, сливайте, сливайте. Не хочется просто слетить этот бой. Хочется все-таки добить, вот так как у меня шансов больше выиграть. На него работает три хила. То есть его собственные еще и хила от моего Ахмана. Ну же. Вот сейчас очень, наверное, плохо, что нет башни на ГВ. Ай-яй-яй. Ну и, конечно же, сейчас опять походит. Ну же, добивайте уже моего Ахмана. Наконец-то. Отлично просто. Очень слабый урон. Ну. Ну, наконец-то. Затяжной получился бой. И так, Бернард походит. А вот интересно, что же он кинет. Либо свой второй скилл использует, либо скорость. Давай всем скорость. Вот это было плохо. И плохо то, что использует сейчас. Ну же, раскол. Не буду я использовать третий скилл. Так, что же лучше? Под хилл нам не нужен. Пока что походим. В принципе, вы видите. Если бы Валька была жива, я думаю, и через Вальку я бы справился. Так как урон слабенький. Так, может мы убьем? Да. Ну же, покажи, на что ты способен. Вот это я понимаю. Хоть и два крита, но неплохо. По 9000. Так, сейчас я думаю, мы подхилимся. Ау. Да. Дракошка-то не даст нам подхилиться. Ну же. Ну же, не добивай. Хотя, в принципе, пускай вздыхает. Уже не важно. Третий бой. Так. Птичка скачет. Кстати, хочу отметить, и так скажем, да, эта рубрика есть у такого, как в IDCB. Подробнее об этой рубрике. То есть, человек, который хочет, к примеру, чтобы он открыл за него свитки. То есть, дает логин, пароль от аккаунта. Он заходит и в прямом эфире, общаясь через скайп, то есть, открывает ему свитки. Подобное желание проявил один из игроков. Вот, он написал мне ВКонтакте. И решил, точнее, он и не думал, что это будет там на камеру, либо еще что-то. То есть, просто предложил открыть его свитки, дав мне логин и пароль. И я ему предложил, так скажем, более это открыто, так скажем, сделать. И по скайпу просто некий аналог видео, которое вы уже, я думаю, видели. Если у кого-то еще есть такие мысли и желание, чтобы сделал это я за вас, в прямом эфире пообщаемся, думаю, будет довольно-таки интересно. Пишите мне ВКонтакте, никуда, в другие места мне никуда не пишите. Не нужно писать на e-mail и так далее, потому что либо могу проверить, но просто я меньше доверяю этому, лучше ВКонтакте. Те, кто мне доверяют, понимаете, мне ваши аккаунты не нужны, логины, пароли. То есть, это использование на один раз, после этого можете позакрывать. И, кстати, по поводу, те, кто боятся это сделать и так далее, расскажу немного о системе безопасности этой игры. Во-первых, есть такая чудесная кнопка. Я думаю, многие замечали вот такой вот замочек. И некоторые спрашивали даже у меня, что означает этот замок. Следовательно, если висит вот такой вот замок, да, вот, и здесь есть штука, как вот, удалить персонажа. То есть, вам дают там какую-то мелочь, по-моему, копейки 30, это уже от грейда монстра зависит и так далее. Вот, отменить вызов монстра, это удалить. Опять же, кривой перевод, спасибо, ком-то у вас. Вот. И вы можете удалить этого персонажа, для того, чтобы обезопасить своих монстров от взлома и так далее и тому подобное. Но, по сути дела, если у вас каждый из ваших монстров, ну, я не думаю, что вы там настолько задрожь, чтобы позакрывать там первых звездочных монстров и так далее, если у вас все монстры будут закрыты, то удалить их, естественно, без вашего пароля, точнее, по-моему, там подтверждение должно прийти на e-mail, невозможно. Вот. Следовательно, вы обезопасите свой аккаунт, ну, по сути дела, полностью. Если, конечно, человек вам захочет полностью там, я не знаю, как-то там насолить и тому подобное, он может переточить ваши руны, просто потратить там кристаллы и, ну, ману. Ну, в принципе, вы понимаете, что это дело нажимное, главное не потерять в этой игре монстров. Ну и сам аккаунт. Вот. Поменять пароль он также не сможет, поэтому вы в безопасности. И, я думаю, те, кто видели видео в IDCP, они понимают, что это все, так скажем, легально, безопасно. И, кстати, еще что добавлю, если кто и будет изъявлять желание на подобное видео и конференцию со мной, сразу говорю, не должно быть никаких обид, то есть из-за того, что Аракис вызывает вам там монстров с вашего пака, либо там двух, кстати, надеюсь, ну, я не буду заходить на ваш аккаунт, вы, я думаю, поймете, так как это просто экономия времени, если у вас там один-два свитка, понимаете, нет, просто нет смысла. Надеюсь, ну, как минимум от одного пака и выше с такими заявками можно обращаться, почему бы и нет. И вам будет интересно, ну и мне почему бы и нет. Вот. То есть, если я вызову там с десяти свитков, там, трехзвездочек, я надеюсь, вы меня не проклянете, и перхоть на ногах у меня не проявится в тот же день. А так, почему бы и нет, думаю, это актуально на сегодняшний день, это интересно и некое разнообразит видео. КВ получилось интересное, проиграл немножко, ну, ничего, это же тоже, в принципе, интересно, за очками я не гонюсь, но они тоже нужны. Итак, всем спасибо за просмотр данного видео, всем побед, удачи вам, пока. Субтитры сделал DimaTorzok